На Красном Перекопе и Нефтестрое сегодня провели мониторинг ремонта дворов ежедневно за тем, как идет реконструкция, наблюдая специальная комиссия под контролем все районы Ярославля. Крайний срок сдачи объектов 4 сентября. Наша коллега Елена Третьякова рассказывает. Намного лучше, потому что дорога была вообще никакая, пройти было невозможно. Тут дорожки хотя бы сделали, стало намного лучше, хотя, ну, может быть, некоторые будут на великах кататься, на роликах. Здесь хорошо будет кататься на великах, а здесь раньше вообще невозможно было кататься ни на чем. Кататься и на роликах, и на велосипедах, да и просто нормально передвигаться в этом сквере на улице Стачек стало, возможно, сравнительно недавно. Работы здесь начались в июле этого года. Проект благоустройства стоит 6,5 миллионов рублей. Подрядчик – Большесельская ПМК. В итоге сквер будет разделен на три зоны – игровую, тихую и транзитную. В центре появится ель. Срок сдачи объекта назначен на 20 сентября. По мнению комиссии, начавшей объект красного перекопа с этого сквера, подрядчик график пока укладывается. Вероятные работы завершит вовремя и в полном объеме. В эти сроки реально все это сделать. Ну, по темпам работы в целом, хотелось бы, конечно, чтобы темпы были более хорошими. Хотя подрядчики разворачиваются и добавляем сейчас дополнительные силы, ну и видно, что в городе появляется много подобных скверов, дворов, ямочный ремонт проводится. Еще одним местом осмотра комиссии стал этот двор по адресу улицы 8 марта, дом 4. Здесь первоначально планировалось создание только парковочных карманов. Однако, по просьбам жителей и инициативе газских хвостей, было решено плюсом заасфальтировать и дорогу в 350 метров. Подрядчик в этом дворе – компания «Родострой». Только в Красноперекопском районе за ней закреплено 24 двора. Работы начались около трех недель назад. На объекте трудится 5 человек. Сейчас идет подготовка к укладке асфальта на пешеходных дорожках. Эта комиссия организована правительством области, совместно с мэрией, с депутатами муниципалитета города Ярославля. Основная задача, чтобы работы, производимые во дворах, были сданы в срок. Конечно, хорошо, что делают дорогу. Дорога плоха была. Вообще, все дворы заставлены, тут как будет пройти можно и все. Ну, хорошо, лучше, чем кататься по кривому и шанс упасть. Если нам сделают хорошую дорогу, то что будет лучше для окружающих. День, которому все ярославские дворы должны быть отремонтированы, определен. Это 4 сентября. На так называемом Старом Перекопе сегодня комиссия оценила 25 дворов. Объезд затронул и нефтестрой. В этой части Ярославля наблюдатели посетили еще два десятка дворов. Елена Третьякова, Максим Сушанов, Городской телеканал.